В Пермии четыре школы объявили о досрочном выходе на каникулы в качестве профилактической меры распространения коронавируса, но при этом более 1300 школьников переходят на дистанционное обучение. Как сообщили в департаменте образования администрации Пермии, формат оказания услуги каждая школа определяет самостоятельно. Обучение может проходить посредством платформы электронного дневника, но не исключены альтернативные источники, ютуб-каналы, мессенджеры, социальные сети. В Вузы Пермии тем временем также должны в ближайшие дни полноценно проработать учебный процесс с применением дистанционных методов. В том числе это также входит в меры по предотвращению распространения коронавируса. В департаменте образования отмечают, что пока в школах невозможно полноценно организовать качественное и полноценное обучение онлайн. Вопросы есть и у вузов. Каким образом учебные заведения организуют дистанционку, насколько они сейчас готовы и как это повлияет, главное, на качество обучения. Сейчас рассуждаем с экспертами в нашей студии. Николай Шевелев у нас в гостях, первый проректор Пермского политеха. И Полина Суханова, руководитель проекта сетевой ИТО университет, кандидат экономических наук. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Спасибо большое, что нашли время. Николай Алексеевич, первый вопрос к вам. Итоги совещания, которое было вчера и сегодня тоже в ВУЗе обсуждалось. В итоге как, в частности, политех будет переходить на дистанционку? Есть штатные механизмы. Для начала это административно появился приказ, в котором все прописано подробно, что должны делать факультеты, что должны делать кафедры. В принципе, конечно, ситуация необычная, но мы ее решаем и стараемся решить ее разными подходами. Это начиная от кейсовых вариантов, использование нашего сайта, использование социальных сетей, почты. То есть, все возможные варианты, которые есть на сегодняшний день, мы, конечно, задействуем. Полина, от вас хочу, наверное, какую-то такую объективную оценку. Множество экспертов сомневаются в резком таком эффективном переходе пермских ВУЗов. Как вы считаете, готовы они к дистанционке? Вы знаете, это субъективное будет мнение, поскольку мы в сетевом университете работаем со всеми ВУЗами, и более сотни преподавателей участвуют в образовательном процессе по дополнительному образованию, используя платформу онлайн как дополняющий инструмент очного обучения. Дополняющий, безусловно. На какой-то короткий промежуток времени, безусловно, возможно обойтись безочного формата, и люди, которые, ну, большая часть преподавателей, безусловно, специалисты. Наверняка они владеют инструментарием, который позволяет переводить процесс обучения в дистанционный интерактивный. Здесь мы разведем понятие дистанционно. Это не значит самостоятельное обучение студентов на дому, а все-таки это участие преподавателя в этом обучении, в том числе персонализация процесса обучения, благодаря инструментам, которые доступны онлайн. Николай Алексеевич, какой срок Вы дали преподавателям и студентам для полноценного перехода? До конца недели? Ну, до конца недели. Более того, на ряде факультетов это уже существует и не потребовало какого-то дополнительного времени. Но есть, вот для нашего ВУЗа есть определенная специфика. Потому что часть, допустим, практических занятий, лабораторных занятий перевести вот в такую форму, ну, не всегда удается. И здесь нам придется немножко, ну... Скорректировать программу? Конечно. Нет, нет. Я имею в виду, что теоретически там знания перенести на пораньше, а практически... Нам нужно, значит, предусмотреть возможность не то, что замены, а возможность использования вот то, чего у нас наработано, чего в свое время было сделано в рамках факультета дистанционных образовательных технологий. Нам нужно это все, ну, вот, поднять на свет Божий и сделать достоянием студентов и преподавателей. Такие возможности у нас есть. Я думаю, до конца недели все вопросы будут решены. Полина, преподаватели смогут перестроиться на это? Ну, потому что есть, в том числе, наверное, преподаватели, которые, ну, там, не полноценно владеют IT-инструментами и так далее. Насколько я понимаю, по приказу они обязаны это сделать. Другое дело, каким они, как они будут это осуществлять? На самом деле вариантов и форматов много. И использование мессенджеров, ну, я предположу, что 100% преподавателей в состоянии обеспечить вот группы в мессенджерах и интерактив хотя бы через этот ресурс. Пусть это не видеоконференции, пусть это не видеосвязь, хотя, скорее всего, соглашусь, что большая часть, наверняка все преподаватели какие-либо ресурсы используют, ну, как минимум, скайп. И сейчас, при том, что многие коммерческие сервисы предоставляют бесплатные возможности использования тех же коммерческих связей, конечно, в том числе ситуации, сложившейся в мире, то это простые в использовании сервисы. Я уверена, что преподаватели с этим более чем справятся успешно. Я читаю в Фейсбуке, что различные, там, не только скайп, там, Zoom, да, программы и так далее. То есть сейчас преподаватели... Убер-конференс, это ресурсы, которые до тысячи человек позволяют единомоментно в интерактивном формате проводить видеоконференции, лекции. Уважаемые эксперты, предлагаю подключить к беседе также Елену Поломских, директора Центра Литера Регионального института непрерывного образования, Пермского классического университета, она на видеосвязи с нами. Елена, здравствуйте, слышите нас? Да, я слышу. Спасибо большое за участие. Елена, расскажите о вашем опыте, потому что я за последние, там, пару дней слышал, что вы уже, можно сказать, там, полноценно можете на дистанционку тут же переходить, там, в тот же день. Действительно, у нас есть достаточно большой опыт полноценного использования инструментов для реализации дистанционного образования. Пока мы его реализовывали на категории учителей, которые проходили курсы повышения квалификации в нашем центре, и по каким-то причинам не могли приезжать в Перми и занимались у себя в своих территориях. Какие это инструменты, расскажу. Во-первых, это видеоконференция, это российская разработка, сделанная, разработанная специально под наши цели. Видеоконференция с функциями лингофонного кабинета, поскольку мы все-таки обучаем иностранному языку. В отличие от скайпа, мы можем не только создавать групповую конференцию, где каждый видит и слышит друг друга, но мы можем делить удаленных пользователей на мини-группы, на пары. Преподаватель может заходить в каждую группу, контролировать процесс выполнения заданий, объединять их снова, показывать доску. В общем, это полноценное такое очное занятие. Но это не единственный инструмент. Это все предваряется работой на образовательном портале Moodle, где у нас выложен достаточно большой объем интерактивных заданий. Банк наработанный, который продолжает пополняться. И сейчас мы активно осваиваем мобильные приложения, которых на рынке тоже очень много. Но нам конкретно нравится, например, Quizlet. Елена, подскажите нам, другие специальности, гуманитарные, прежде всего, смогут также перейти на эти системы за пару дней буквально? Как считаете? Не могу сказать. Даже в нашем случае требуются определенные организационные усилия, чтобы выстроить эту работу, чтобы выстроить расписание, чтобы пополнить банк заданий, чтобы транслировать эти инструменты на другие категории учащихся. Это все займет определенное время. Но это процесс не недельный, не трехдневный. Это будет происходить постепенно. Главное, что опыт есть. Мы знаем, как двигаться и как это организовать. Мне кажется, задачи посильные для всех. Спасибо большое. Елена Полонских, директор Центра литера регионального института непрерывного образования классического университета, высказала свое мнение. Николай Алексеевич, понятно, что у преподателей нет выбора. Им сказали до конца недели все это реализовать. На качественное обучение как это скажется? Вопрос тяжелый, который вы задаете. И на него надо ответить абсолютно честно. Но я все равно сошлюсь, что это будет в первую очередь мое личное мнение. Конечно, дистанционные технологии требуют самоорганизации и многого чего. И вот того, чего у наших студентов, наверное, не в полной мере есть. Тем более, все это срочно делается. Да. Какая-то потеря качества в любом случае будет. Но я рассчитываю, что это будет не сильно длинный срок. И когда мы с этими проблемами справимся, ну, затем потом будут обычные штатные режимы занятий. И мы все-таки это дело компенсируем. Сейчас главное просто, чтобы не потерялись ребята, студенты, не потерялись преподаватели, чтобы они все равно были под присмотром. Полина, ваше мнение, как скажется на качестве? Мне кажется, это возможность, вот такой резкий переход на дистант, это возможность для преподавателя заинтересовать больше ребят. Потому что им деться некуда. По большому счету сейчас все находятся в режиме ограниченной функциональности. И возможность привлечь бесплатные ресурсы, дополнительный материал, сделать какой-то интерактив. И вот сопровождать, персонализируя процесс обучения, может как раз интерес этот еще повысить. Другое дело, что практические работы, которые даже в IT, которые требуют присутствия физического преподавателя, здесь не заменить дистанционными технологиями. Но на краткосрочный период вот этот интерес, это совместная разработка фактически. Потому что здесь преподаватели будут больше получать обратные связи от студентов. И это совместная обучающая деятельность получается. Даже это шанс для вузов. Николай Алексеевич, а дуальное обучение тоже получается, что все отменяется с заводами, в том числе, и эта история сдвигается? Что вы имеете в виду под дуальным образованием? Присутствует практика с различными вашими предприятиями? Ну, мы под словами дуальное обучение у нас в политехе понимаем то, что наши студенты имеют возможность за время присутствия в университете получить два диплома. Допустим, диплом по технической специальности и диплом, скажем, лингвиста, переводчика по своему направлению. Вот это мы называем дуальное. То, что мы говорим, сочетание практики и аудиторных занятий, практики именно на предприятии, 50% там, 50% здесь, если в этом плане дуальное, ну, мы называем это практикоориентированное обучение. То есть оно просто сдвигается по срокам? Ну, то есть сейчас же на заводы они тоже ведь не пойдут? Ну, да, да, конечно. Так это одно за другим. Это то, что Полина говорила насчет практических занятий, лабораторных занятий. Придется здесь немножко, как бы, графики сдвинуть. Да, у нас буквально минута остается, наверное, последний вопрос. Школам еще сложнее перестроиться? Потому что если университет может просто лекции запустить в Ютьюбе, ну, по крайней мере, там, пару недель так продержаться, как быть школьником? С одной стороны, сложнее, потому что преподаватели достаточно консервативные. И, к сожалению, их никто не обучал пользоваться широким набором инструментов, в отличие от вузовских педагогов. Ну, кстати, да. С другой стороны, настолько много открытых сейчас открыли именно школьных ресурсов для бесплатного дистанционного обучения, что нашим учителям это может очень облегчить процесс перехода на дистант. Просто фактически заменой их программы, той же общешкольной программы, но на открытом, уже наработанном портале. Спасибо за мнение. Полина Суханова, руководитель проекта сетевой ИТ-университет. Наша студия Николай Шевелев, первый проектор Пермского Политеха.